У этой правды есть адреса, номера телефонов, фамилии, имена. Она живет в менинградских квартирах, часто с множеством нежных звонков. Надо только нажать нужную кнопку, возле которой значится фамилия, записанная в вашем блокноте. Ожидавшая или не ждавшего вашего посещения, вашего неожиданного интереса. Она взглянет на вас женскими или неженскими, но обязательно не молодыми и обязательно взволнованно оценивающими глазами. Кто? Почему? Зачем это? Проведет мимо соседей к себе и скажет тоже почти обязательно. Сколько лет прошло? Забывается все. Ленинградские дома, квартиры блокадников. Попросите себе солдата, который живет сегодняшним мирным бытом, но окружен теми же стенами, предметами, как бы все в той же землянке, в том же окопе. Следы осколков от снаряда на потолке, старинный, лепном. Осколков стекла на глянце пианино. Пятно ожог от буржуйки на блестящем паркете. А здесь паркет испорчен. Это мой муж в последнее время колол мебель, пока он не умер на этом вот диване. Вот здесь. Вот если посмотреть из окон, такой обзор у нас. Ипподром. Чуть налево, если выснуться из любого окна, обуховская больница. А вправо — газовый завод. В ту сторону нам можно было смотреть на Бадаевские склады. Мы встречали 42-й Новый год вот в этой комнате. Уже совершенно замороженной. На этом месте стояла буржуйка. Повод трубы от нас был вплоть в тот вентилятор. Видите желтое пятно? Его ничем не замазать. Потому что здесь буржуйка стояла. Лидия Сергеевна и сейчас хранит черные занавески, за которыми прятала от самолетов свет своей коптилки. Говорит, не веря сама, но говорит. Уничтожив их, война начнется. Вот что стоит за одним снимком. Для безвестного военного фотографа-корреспондента он назначал надежду, пробуждение к жизни. Для нас сегодняшних он взгляд издали. В ту страшную и легендарную блокадную реальность. Для семей опахов, матери и дочери, Это живая боль в памяти. И ты, мой друг, ты даже в годы мира, Как полдень жизни будешь вспоминать дом. На проспекте красных командиров, Где тлел огонь и дуло от окна. Ты выпрямишься вновь, как нынче молод. Ликуя, плача, сердце позовет. И эту тьму, и голос мой, и холод, и баррикаду около ворот. Надежды эти казались политическим образом, мечтой, а не предвидением. Прошло 35 лет, и оказалось, что Ольга Бергольц права. Страшные голодные годы вспоминаются с ужасом, С тоской, со слезами, ликоя и плача. Сердце зовет и удивляется стойкости собственной души, Ее возможностям, силе подвига ленинградцев. Только поэзия обладает таким даром пророчества. В пустых, вымороженных темных квартирах, После мертвого стука метронома, Зачем не громко, чуть запинающийся женский голос, Который ждали все ленинградцы. Сквозь голодные видения к людям прорывали сострадание и любовь. Они исходили от женщины, Которая так же мучилась, голодала, И все понимая, все чувствуя. И вот спустя целую жизнь, Мы приходим к этим людям, И просим рассказать нам о блокаде. Не вообще о блокаде, Они много написали о своей жизни блокады. Первое, что они отвечали, Это слишком тяжело, это невозможно, Я не хочу вспоминать, Нет, нет, И у меня было чересчур страшно. Второе сентября 1941 года. Вчера около 12 часов ночи Гремели выстрелы бленобольных орудий, Или грохот взрыва. На небе полыхала отдаленная заряда. Деление наших войск точно нам неизвестно, Но фактически ленинград в окружении вражеских войск. Сегодня убавили паёк хлеба, Закрыты коммерческие магазины. Мы вступаем в состояние осаждённого города, Смотрим на всё прямо и спокойно, На дугающее испытание. Видимо, город решено защищать, А не сдавать. Тем, кто руководит нами, виднее. Они должны решать вопрос стратегический. Ленинград в этот титанический борьбе, Это лишь эпизод. Ну-ну, ленинградцы, Жилые люди, И для нас, беззаружных, невойных, Расходящие события решающие. То есть сейчас я опять зажег лампу Поделённым абажуром, И уселся за свой письменный стол. А что будет через несколько дней? Никакое воображение не может представить. Только аналогии разгрома, И гибели десятков и сотен городов Стоят по отрывочным газетным сведениям, Как ночные кошмары. Но все аналогии не в счёт, Если вопрос уйдёт о таком колосе, Как и Минград. Неужели я буду свидетелем его гибели? На правой саде, в ней, с Винкси. Они стоят по-прежнему. О них просто забыли. Не до них. И они сами по себе. Не событий. Блокадную квартиру нельзя изобразить Ни в одном музее. Ни в каком макете или панораме. Так же, как нельзя изобразить мороз, Тоску, голод. Сами блокадники, вспоминая, Отмечают разбитые окна, Поспиленную на дрова мебель, Наиболее резкой, необычной. Но тогда, по-настоящему, Битквартиры поражал лишь детей И приезжих, пришедших с фронта. Как это было, например, С Владимиром Яковлевичем Александровым. Вы стучите долго-долго, Ничего не слышно. И у вас уже полное впечатление, Что там все умерли. Потом начинается какой-то шарпинг. Открывается дверь. В квартире для температуры, Правда, температуре окружающей среды, Появляется замутанное, Бог знает во что, существо. Вы вручаете ему пакетик С какими-нибудь сухарями, Галетами, Ну или чем-нибудь еще. И что поражало? Отсутствие эмоционального всплеска. И даже если продукты, Даже продукты, Ведь у многих голодающих Уже была атрофия аппетита. Там, на фронте, Думали, Что эти ложки пшена, Сухари, Которые сберегали, Откладывали от своего скудного байка, Будут встречены с восторгом. А их принимали порой вот так, Уже безразлично. По-моему, Самое страшное, Это когда человек все время хочет есть, А есть ему нечего совершенно. А второе, Когда ни руки, Ни ноги не действуют, И не знаешь, Будешь ли ты жить и действовать вообще. Врач приходила каждый день и смотрела, Но я понимала, Что она только проверяла, Жива я или не жива. А помочь нечем было. Чем врач могла помочь? Она выписала жмых, Выжимки, Которые были у нас в детской больнице. Но это все было, конечно, несъедобно. У нее было две таких больных, как я. То есть я и еще одна девочка. Это был голодный паралич? Паралич на почве дистрофии. Однажды она пришла И сказала, Что моя напарница умерла. Она это вам сказала? Нет. Она сказала маме, Но у меня слух хороший. И я слыхала, Что она сказала за дверями в коридоре. Вроде того, Что и со мной должно повториться. И когда на другой день она пришла И увидела, что я жива, Она даже удивилась. А потом я встретила эту врачиху. Это после войны, Наверное, в 53-м году было. Мы шли. У меня ребенок уже был, Маленький. Она мама спрашивает, Как вы живете? Как ваша семья? Муж? Лора, конечно, умерла. Я говорю, Доктор, я жива. У меня даже ребенок на руках. Она умела. Она не знала, что сказать. То есть это вообще чудо из чудес получилось. Я осталась жива. Работала я в 5-м ПМТ. Затем нас перевели на завод Красная Заря, Куда было ходить очень далеко. На заводе мы занимались расчисткой. Было очень тяжело, Когда мы на снегу работали. Я упала. Меня перенесли в подъемный покой больницы. И когда я приходила в себя, То слышала. Ну-ну. Здесь полный упадок сердечной деятельности. Вероятно, тогда мне сделали укол. Когда я открыла глаза, Мне дали кипятку. И опять отправили на работу. Все-таки я была живучей. Может быть, даже то, Что меня отправили опять на работу, Это и нужно было. Потому что тот, кто ложился, Тут уже никогда не стало. И еще запомнилось. Мне очень хотелось жить. Я так хотела жить. Так велика была сила эта, Что я готова была подчиняться всему, Что говорили. Всем советам. Только бы выжить. Просто удивительно как-то. Еще мне запомнилась продавщица, Которая выдавала нам пайок. Были случаи, когда не выдавали пайка. Не было муки, И хлебозавод не выпустил хлеба По каким-то причинам. Даже такие случаи были. А вот когда все было благополучно, И хлеб привозили, Это были очень большие буханки. На меня производило впечатление, Что они очень большие были. Но они были мерзлые. И продавщица не могла буханку хлеба разрезать ножом. Она ее рубила топором. Это я очень хорошо помню. Булочная находилась в нашем доме. В доме 76. Тут мы ее блокаду пережили. И вот она топором рубила эти буханки, Чтобы отрубить маленький кусочек. Сто двадцать пять граммов. Вперед не отоваривали. Потому что мало было в Ленинграде Таких возможностей, Чтобы вперед отоваривать. И у меня тогда была мечта. Мамы, неужели мы доживем до того времени, Когда в булочной будут полные полки хлеба? Мне не верилось, что такое будет время. Я не мечтала о каких-то булочках. Хотя бы только хлеба были полные полки. И я говорила, Какие же мы будем счастливые, Когда доживем до этого. Я дожила до этого времени. Увидела полные полки хлеба. Но до сих пор мы сушим сухарики. Не выбрасываем хлеб. Пятнадцатилетний мальчик Работал на заводе имени Кулакова. Нас, мальчишек, Использовали на подсобных работах. Береги металл. Доверить его поры нам. Бывшим ученикам ремесленников Было не всегда возможно. В те дни брак исключался. И, конечно, Когда на время кое-кого из нас И ставили за сынок, Главное наше затворе становилось Не спеши. Нече раскрывать и того, Что на завод Такой мальчишка Тянулся из последних сил. Еще и потому, Что там Можно было в заводской столовой На один Купиной талончик Двенадцать и пять грамм Получить сразу три тарелки Горячего дрожжевого супа И бутылку Соевого молока. Это молоко Только-только Начало появляться. Его изобрели тут В блокадном городе. Была у нас встреча С Ольгой Николаевной Мельниковой-Бессаренко. Ее военная, Да и послевоенная судьба Связана была со знаменитой Дорогой жизни Через ладу. Но было в ее рассказе И такое вот отступление. Я никогда не забуду, Что видела на Кировском заводе. И случайно попала туда. Как раз Мы оттуда везли дрова. Там много деревянных домов было. Это для госпиталей везли. И случайно я туда забезжала. Смотрю, Подростки, Мальчики по двенадцать-тринадцать лет, Девочки по четырнадцать лет, Стоят у станков И работают. Они заменили своих отцов Или своих старших братьев. Этим подросткам Поставляли скамейки Или ящики Для того, Чтобы они могли работать. Рассказывали, Что одна девочка, Работая на станке, Еще играла в куклы. Это неправда. Это она брала куклу, Идя на работу. Она должна была брать с собой Какую-нибудь, Знаете, Дорогую вещь. То есть, Для нее дорогую. Она брала куклу с собой, Потому что считала ее Такой ценной вещью. Массовый голод Это тихие смерти. Сидел И незаметно уснул. Шел, Остановился, Присел. Многие наблюдали И запомнили Жуткую тихость Голодных смертей. Я шла с работы, И вот Угол проспекта Газа и Огородникова. Женщина одна идет И говорит мне, Девушка, Ради Бога, Помогите мне. Я мимо шла, Говорю, Чем я могу вам помочь? Ну, доведите меня До этого забора. Я довела ее До этого забора. Она постояла, Потом опустилась И села. Я говорю, Чем вам помочь? Смотрю, Она уже и глаза закрыла. Умерла. Валя Мороза В блокаду было 15 лет. Отец ее ушел В народное ополчение. Старшая сестра Тоже хотела на фронт. Ей это не удалось. Она устроилась Военный госпиталь. В декабре 1941 года Умер отец. Через два месяца сестра. В конце марта мать. Валя осталась одна. Ей помогли устроиться На завод учеником токаря. Она делала детали Для снарядных стабилизаторов. Она работала. Всю блокаду работала. Надо понять, Слово работало В его тогдашнем значении. Каждое движение Происходило замедленно. Медленно поднимались руки. Медленно шевелились пальцы. Никто не бегал. Ходили медленно. С рудом поднимали ногу. Сегодня здоровому, Сытому молодому организму Невозможно представить Такое бессилие. Такую похудку. Примерно такое ощущение, Что ногу не поднять. Понимаете ли? Вот такое ощущение, Когда на какую-то ступеньку Ногу надо поставить, А она ватная. Вот так во сне бывает. Ты вроде готов Бежать, А у тебя ноги не бегут. Или ты хочешь кричать Не откроется. Я помню, чувствую, Когда нужно было Переставлять ноги. Когда надо было На ступеньку поставить, В какое-то мгновение Нога у тебя не срабатывает. Она тебе не подчиняется. Ты можешь упасть. А потом Все-таки хватило сил. Как-то поднималась. Восьмое ноября 1941 года. Вчера был праздник. 24-я годовщина октября. Немцы не бомбили Против ожиданий. Пока учусь. По геометрии Получила хорошо. Учительница по-русскому Все время нас ободрее. Она говорит, Что к Новому году Война кончится. А правда ли? Сейчас очень тяжело. Что делать? Двенадцатый ноября. Обед в школе Давать прекратили. Все по карточкам. Положение тяжелое. Хлеба, наверное, Завтра убавят. Получим по Сто пятьдесят грамм. У мамы тоже почти Ничего не достанешь. Учителя советуют Подтянуть кушаки. От Арика совсем нет писем. Сейчас иду обедусь к маме. Покормят или нет? Не знаю. Пятнадцатый ноября. Пока с учебой Все благополучно. Имею две четверки И одну пятерку. А троек нет. С едой очень плохо. Сегодня не было во рту Ни крошки до трех часов. А потом съела Одну тарелку Викких кислых щей Без хлеба И выпила Две чашки чая С одной конфетой За четыре рубля Двадцать копеек килограмма. Голова кружится От недоедания. А что будет дальше? Надо все-таки учиться Как можно лучше. Все это ведь Зачтется На дороге Предстоящей жизни. Надо мужаться. Будь выносливым И пока терпеть. Другого выхода нет. Примерно такое ощущение Что ногу не поднять. Понимаете ли? Вот такое ощущение Когда на какую-то ступеньку Ногу надо поставить А она ватная. Вот так во сне бывает. Ты вроде готов побежать А у тебя ноги не бегут. Или ты хочешь кричать Нет голоса. Я помню чувство Когда нужно было Переставлять ноги. Когда надо было На ступеньку поставить. Какое-то мгновение Нога у тебя не срабатывает. Она тебе не подчиняется. Не подчиняется. Ты можешь упасть. Но потом все-таки Хватилось. Как ты поднималась? Ну, что вам еще сказать? Вот у нас В военном архиве Всегда сидела милиция. И такие замечательные парни были. Милиционеры. Чудесные. Молодые были все. Это те, которые были призваны на войну И оставались здесь, в милиции. Милиции кормили очень плохо. Так же, как и в МПВО. Вот я часто с ними разговаривала. Ну, просто говорили о том Что пройдет же это время. Что будет потом? Мы старались не говорить о плите. И вдруг Ты смотришь на человека И видишь Что у него степленеют глаза. Я теперь знаю Что это такое. Прямо во время разговора Вот прямо во время разговора Он сидит Садится И говорит Ой, мне что-то не очень Ну, посиди Всем не очень хорошо Вот так двое умерло на моих глазах Потом он все медленнее говорит Медленнее Вот так умирали люди Так они умирали и на улице Когда они шли Кто-то садился на тротуар Сначала к нему подходили Первое время А потом его просто обходили И он часто умерзал в стройку Вот этой воды, которая шла Такие рассказы повторяются И варьируются до бесконечности Про тихий, незаметный переход За край голода А иные приобретают Жуткий образный смысл Потом вдруг он ко мне обращается И говорит Марья Андреевна Сядьте со мной Я вам отдам партийный билет Посидите со мной рядом Села с ним рядом, значит Я говорю Где у тебя семья? Она эвакуирована Не знает Мне ничего не пишут Ну, где там писать? Может и пишут Да не попадает И вы знаете А в меня Обхотел за шею То ли хотел поцеловать То ли что И он умер Вы представляете? У мертвого Как зацепляются руки Я никак не могла выбраться оттуда Ничего не могу сделать Зима 41-42 года По радио стали передавать стихи Ольге Бергольц Это я отлично помню Действительно было здорово Это было под настроение Это очень стряхнуло От этого животного Думания об еде Казалось, хлеб Прежде всего хлеб Но еще вода и тепло И все говорили и думали Что все желания Сосредоточились только на этом На самом насущном Ничего другого Так ведь нет В иссушенном организме Душа Страдающая Ниженная голодом Тоже искала себе пищи Жизнь духа продолжалась Человек порой сам себе удивлялся Своей восприимчивости к слову Музыке Театру Стихи стали нужны Стихи Песни Которые помогали верить Что не бесполезны Нечетны его муки Беспредельные Еще многое нужно Просто необходимо Было Ленинградцу Живой голос Брата по судьбе Осажденного Севастополя И уверенность Что Москва устроит И отбросит танки Гудериана И обязательно больше Чем даже хлеб Вода тепло Необходима была Надежда Свет победы В конце ледяного тоннеля Александра Михайловна Амосова Сотрудник Эрмитажа Рассказывала Как весной 1942 года Блокадники снова Но как будто бы Впервые в жизни Вырвались к зелени К земле кормящей Набрали мешки лебеды Конского щавеля Считался деликатесом Этот дикий щавель Набрали всякой травы И вот у меня было Такое чувство Что хотелось Лечь на землю И целовать ее за то Что только земля Может спасти человека Даже если бы В тяжелые времена Зимой была бы Эта трава То может быть Такой гибели Такого количества Мертвых Смертности Такой не было бы Свет Солнце Где-то в небесах Жаворных поет А здесь мы просто Этой травы Наелись досыта Конечно Это не пища Но помню Это чувство Очень хорошо Хотелось лечь Распластаться И целовать землю Понимаете Землю Которая дает Нам все И хлеб И все абсолютно Чем может существовать Человек Бывший работник радио Нил Николаевич Беляев Рассказывает Что характерно было Для тех месяцев Когда началась голодовка Это Сразу же воспользоваться Всем Что можно есть Что к этому относились Это Вот дуранда Жмых подсолнечный Который можно было Кусочками на рынке Приобрести Маленький кусочек Плиточку жмыха Можно было За 30 рублей Купить Цена 30 рублей Почему-то держалась На этот жмых Несколько месяцев Пока он не кончился Квадратный Дециметр Шкуры животного С коровы Или с лошади Из нее Можно было Сварить студен Плитки Столярного клея Эти вещи На рынке Покупались И приблизительно Каждая из них Рублей по 30 стоила Если студен Сварить Из маленького Кусочка кожи Он не получится Достаточно Хороший Плотный А если сюда Добавить Столярный клей То сварится Получится Хороший Крутой Есть Конечно Весьма Отвратительно Было Но приправишь Горчицей Перцем Уксусом Который Выдавался Регулярно По карточкам Собственно Только это Регулярно И выдавалось И кое-как ешь И можно было Как-то существовать Но в 42-м году Этого уже Ничего Нельзя было достать Ни жмуха Ни клея Это все пропало Собственно Собственно Тихо Продолжение следует...